Водитель автомашина-скутера при левом повороте не предоставил преимущества автомашине ВАЗ-2109, допустил столкновение. Водители-пассажир передвигались, во-первых, без мотошлемов, соответственно, хотелось бы на что обратить внимание. В первую очередь родители. К сожалению, у нас, как показывает практика, ДТП с участием мототранспорта, ДТП с участием мопедов, в том числе и скутеров, имеют наиболее высокую тяжесть впоследствии дорожно-транспортных происшествий. 20-летний водитель скутера с множественными ранами госпитализирован во вторую центральную больницу. Пассажир-девушка, учащаяся восьмого класса, с переломом бедра, отправлена в третью горбольницу. А это ДТП произошло на 129-м километре автодороги Екатеринбург-Серов. В полдень автомобиль ВАЗ-21112 столкнулся с Камазом, стоящим на обочине дороги. Водитель ВАЗа поясняет, следовал за машиной. Она резко отвернула, но, чтобы объехать машину, то, видимо, на нас. И навстречу машина ждала, очень близко. И я боялась сильно выйти навстречу, но получилось, что я просто не вошел здесь. Знаки еще у них не стоял. Вот хотел выйти, знак выставляй, решетку. И ударов сзади произошло. То есть знака еще не было, вы только-только остановились? Мы только переехали, остановился, хотел решетку выставить, знаки. И сзади удар произошел. В результате ДТП пассажиры легковушки получили травмы. Женщина 58-го года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, госпитализирована в Демидовскую больницу. Вторая пассажирка женщина 61-го года рождения после оказания первой медицинской помощи отпущена домой. Всего за выходные дни на территории Нижнего Тагила и Горно-Уральского городского округа зарегистрировано три дорожных транспортных происшествия, в которых пострадало шесть человек, в том числе один ребенок. Наталья Филимонова, Вадим Усков, Егор Гошин. Новости Тагил ТВ.